Ребенку говорят, небо рисуй голубое, солнце, вот оно кругленькое пусть будет, и пусть оно будет оранжевое, а трава зеленая. Это где? Какое голубое небо? Ну у нас-то понятно. Но я имею в виду голубых тысячи вариантов. Мы пленники слов. Чего он летает? Опять пролетел, опять пролетел. Сейчас до меня дошло, это там Шереметьево, да? Знаешь, если позволишь, я однажды была в Лионе, был конгресс семиотический, всемирный. Довольно скучный, прямо должна сказать. И я стала там бродить, смотреть, куда бы мне пойти, потому что в основном была болтология, было неинтересно. Я шла-шла, и там на одной из дверей было написано, значит, семиотика общения с внеземными цивилизациями. Ну, понятно, мы такие сумасшедшие люди. Я, разумеется, зашла, я не просто зашла, я там провела много времени, и с тех пор прошло много лет. Это было, может быть, одно из самых полезных из того, что я за этот период слышала. Потому что, насколько люди были с незамутненным сознанием... Они ставили принципиально вопросы. Они ставили вопросы, которые мы никогда не ставим. И я включилась там в какой-то дискурс, который, к счастью, шло по-английски, потому что вообще там все идет по-французски, а у меня французский не такой, чтобы на нем беседы беседовать. Вот. И я спросила, а возможно ли ситуация... Ведь наше... Делаю шаг назад. Наше восприятие стоит главным образом на соотношении фигуры и фона. Для того, чтобы что-то увидеть, нужно, чтобы это выделить. Это просто конечно. Возможно ли представить себе ситуацию, вот каких-то, что есть некие существа, некий мир, в котором нет идеи фигуры и фона? И как это не удивительно, один из ответов дал один художник. Там художник был умный, судя по всему, потому что он сказал, это мир, где нет твердых тел, то есть нет границ. Это другие существа. Как вы собираетесь с ними разговаривать, когда говорят, вот они прилетят, о чем поговорим? Да ни о чем не поговорим. Он построен по нашим земным правилам. Земным, я даже не говорю человеческим, человеческим, несомненно. Но и более глобально. В нашей части Вселенной вот так, такой и когнитом. А если это что-то, где вообще все совсем другое, то мы можем без особого смущения сказать, что нам все равно, этого мира для нас нет. Но если мы вернемся к твоему вопросу про Фодора и про врожденные концепты, то безусловно да, они могут быть тактильными, они могут быть зрительными, они могут быть обонятельными. Но это же вот проблема, которая у Фодора, у Хомского, но она гораздо более глубокая. Врожденная и приобретенная. Среди врожденного, кроме того, что мы умеем что-то делать, мы способны видеть и различать и выделять из окружающего мира что-то. Мы – это, значит, животное, не только человек. Жизнь вообще? Жизнь вообще. Такая, как мы ее знаем на этой планете. Кстати, интересно. И полно таких врожденных, конечно же. Те примитивы, про которые я говорил в картинах Малевича, мне кажется, это просто гениальный способ, разрезая природу по суставам, добраться в той комплексной и, кажется, нераздельной картине, когда мы видим, чем интересно, чем интересен этот пейзаж. Он смешивает натуральные вещи, природу, лес, деревья, осоку. В некотором смысле это nature versus nature. Да, совершенно верно. Если это считать nature. С дробленым восприятием, в котором видны элементы этого окружающего мира. Если бы была одна геометрическая картина, состоящая из этих примитивов… То есть мы сидели бы с тобой на Манхэттене, где сплошные… Геометрии, да. Геометрии их много, это очень интересно. Но это совсем другая история. Здесь вот чем это место мне нравится? Такое удивительное. Здесь одновременно, что называется, и небесное… Здесь много, очень много неба, очень много этого леса, зелени, вот эти травы колышутся, тут тебе и ветры, вообще что-то от мироздания здесь есть. Вообще, конечно, мир в глазах смотрящего, как бы это все понятно. Вот я возвращаюсь к тому, с чего ты начал, относительно Малевича. Если представить себе, что здесь с нами чай пил бы Малевич, Пикассо, который до черноты квадрата не добрался, но все формы перерезал, перекрушил, перерубил и рассыпал. Вообще, кубисты всякие, ну вот все это. И с ними, как бы шел с ними этот разговор? Вот это интересно. Он был бы очень интересным. Очень интересно, потому что они, конечно, не залезли бы сюда, но, возможно, согласились бы с тем, что это вот так сознательно рушим. Что делает анатом, который изучает крыло там чье-нибудь, воронье, да? Он ее режет и дальше режет и дальше режет, и дорезался уже до молекул с помощью микроскопа. Он хочет узнать, из чего сделано. Но помнишь, как говорил Платон, что рассекать природу по суставам? Ты можешь разрубить кусок туши так, что у тебя получатся одни бифстексы, и ты не поймешь, из чего она состоит. Это то, о чем Лотман говорил. Лотман ведь, ну, изумительный Лотман. И говорил ярко и смешливо. Он всегда веселый очень человек был. Он говорил, теленка-то можно, конечно, на стейке разрубить, но он не собирается обратно. Обратно-собратно. И об этом, я, конечно, не помню наизусть, об этом писал и Гёте. Насчет того, что природа, ну, анализ. Она членит, извините. Она, да, она все это разрубит, но, как он пишет, ну, романтик все-таки, он пишет, да, но душа исчезла. То есть суть сама исчезла. Дело не в душе в таком специальном смысле. Ты режешь-режешь, а его уже и нету. Ты знаешь, мне, что очень нравится в его записных книжках, фраза одна, что только тот имеет право на анализ, кто достаточно сильно ощущает в себе синтез. Правда? Да, это он так. Ну, гений, да гений есть. Очень точно. Ну, вот про Пикассо и про Малевича. Я думаю, что им было бы очень интересно сегодня поговорить с теми, кто знает о работе мозга, исследует работу мозга. Например, я бы с огромным интересом послушал бы и посмотрел бы их реакции, когда бы я им показал классические эксперименты Хьюбала и Визала. А, знаете, с цветами. Да, 50-е и 60-е годы, когда даже животному под наркозом достаточно показать линию, движущуюся в определенном направлении, как нервные клетки в зрительной коре начинают сумасшедше разряжаться. Это означает, что аналитически у них есть такие нейроны и группы нейронов в коге, которые настроены на восприятие этих линий. Потом мы знаем, что есть нейроны, которые воспринимают углы, есть нейроны, которые способны и области коры, которые различают цвета. И это яркие примитивы, из которых складывается более сложная картина. Но когда мы смотрим на лес, они у нас тоже активируются. Но в чистом виде, если их активировать, это будет гиперстимул. Такой же, как, например, когда в опытах Тинбергена, когда птенцу чайки показывают... А-а-а, это большой чайк-клюв. Клюв, да, и он, это мама, которую он воспринимает так, что вытягивается для того, чтобы просить пищу. Но если показать палку с этой красной моделью клюва, то можно вызвать у него гораздо большую реакцию. Или опыты тоже Тинбергена с корешками, которые, если там есть красная полоса, по-моему, то это способно вызвать агрессивное поведение. Но достаточно дать модель, которая будет иметь большую красную полосу, хотя не похожую на живую корешку, как натуральные самцы корешки, начнут ее атаковать гораздо сильнее, чем своего собрата реального. И у него была такая замечательная в его книжке история, что был аквариум, видимо, у него он, я не помню, наверное, стоял на окне. И по улице, где он жил, проезжала красная машина почтовая. И когда они видели эту машину, они бросались на нее атаковать. Это вообще страшное дело. Я вот к чему. Это гиперстимулы. Это означает, что если у тебя есть коги, которые способны воспринимать углы, цвета яркие и так далее, ты можешь на картине обратиться к ним. И более того, я думаю, чем интересно обращение и рассечение природы нашего мозга до мельчайших суставов, которые видны зрительным восприятием, что в чистом виде эти коги, они, наверное, наиболее сильно могут оставлять свободу для ассоциации, потому что они не ограничивают то, с чем они должны связаться в целой картине. Когда ты их видишь в составе целой сцены пейзажа, вот сосны, они растут и они образуют вертикальные линии. Но у тебя есть масса окружающих, сужающих твое восприятие признаков, которые направляют твои ассоциации в достаточно канализированную форму. Для разных людей натюрморт будет вызывать ассоциации в общем канализированные тем, что он натюрморт. Пейзаж – пейзаж, а в Азовске море – море. Это да. Если ты видишь примитивы, ну тут тебя освобождают. Я думаю, что если сделать психологическое исследование, которое будет вытягивать ассоциации или просто детектировать ассоциации у человека, стоящего перед картинами абстракционистов, авангардистов по сравнению с картинами классицизма, и просто посмотреть, вот такой разброс ассоциаций и такой разброс ассоциаций. Индивидуальные различия будут такого масштаба, что они перекроются на свете. Вот я была на прошлой неделе в Москве очередной раз, и у меня было некоторое время посреди дня, и я пошла в Пушкинский музей на коллекцию щукинскую. И там была очень милая молодая дама, которая поводила, ну, экскурсовод условно, я ненавижу экскурсоводов, но это другой как и сюжет. Подошли к одному из натюрмортов, старых голландских натюрмортов, и она говорит, ну вот натюрморт, ну вы все, конечно, знаете, как зашифрованные натюрморты, да, вот это здесь потому-то, а это потому-то, я подумала с улыбкой. Кто это, вы все, конечно, знаете, какой исчезающей доли процента тех, кто знает. Я, собственно, к чему уклоняюсь? Я на тему истина в глазах смотрящего, и я на тему, что субъекта нет без объекта. Объекта нет без субъекта. Кстати, оговорка по Фройду, да, потому что и то тоже. Но никакого объекта нет, если на него кто-то не смотрит. Мне же даже надоело эти примеры приводить. Если у нас с тобой здесь будет лежать в очень хорошем состоянии шумерская рукопись, и мы будем знать, что это такое, мы будем понимать, насколько это вообще потрясающая вещь, где эти шумеры, уже давно нет никого, а вот этот текст лежит. Костя, у нас будет знание вокруг этого, но мы не сможем вынуть из этого знания, кроме как почерк там, какие чернила, если это чернила, или клинопись, что за глина была. Вот этот яркий случай, в моем случае, это яркий случай, когда у меня... Я ненавижу правое и левое полушария, как ты знаешь, поскольку у меня на тему докторская диссертация была. Ну и давно это все гораздо сложнее. Но это, вот если примитивно говорить, это как раз тот случай, когда одна половина мозга, которая анализ и вот все это, она действует. Я понимаю, на что я смотрю. А вторая часть, которая меня почему-то задушевает, она вообще не действует, она молчит. Может быть, это происходит из-за того, что тебе сильно свойственно целостное мышление. А целостное мышление, это значит, тебе нужно иметь картину, причем сочную картину. Да, я думаю, так. Вот если мы посмотрим на это здание, другие эксперименты в авангарде, это своего рода действительно эксперимент, который аналитический эксперимент. Это если мы будем говорить про Гёте, и про правое и левое полушарие, это левое полушарие. Оно условно анализирует и разбивает вещи на их составные элементы, из которых можно дальше что-то собирать. Но ты видишь эти элементы. Это исследование в области аналитики. А есть Шишкин или Куинджи? Там этого нет. Там совершенно другая правопроушарная, условно. Ну, условно, конечно. Это все очень условно. Образная вещь. Там холон, а здесь холон. Да, да. А знаешь, я когда про этот черный квадрат думал, ну, что говорят? Ну, разное говорят. Но искусствоведы говорят, что вот он разрушил форму. Он как бы с формой больше дела иметь не будет. Ни с элементами, ни с чем. Что это нечто, что как бы все порушено. Но ведь можно и наоборот на это посмотреть. Я бы могла, например, вполне конкурентную предложить вещь. Нет, наоборот. Там собраны вообще все формы мира. И они собраны на этом небольшом пространстве. Он их так плотно туда загнал, все эти формы, что вот это как бы такая печать, такая вот все сразу. Кот. Вообще, мне кажется, что... Нет, мне кажется, что нет. Мне кажется, что я согласен с искусствоведами. Так и я не настаиваю. Это у тебя... Это опять в глазах смотрящего. Это ты для себя решила, что это свернуто настолько... Да, да. Игра. ...что ты видишь здесь все сущности, но на самом деле они там не изображены. Нет, я согласна. Я же не настаиваю. Это возможность тебе, полета твоих фантазий и ассоциаций. Именно потому что, может быть, это освобождает своим примитивным геометрическим составом. Если бы у тебя был жутко сложный многогранник, невообразимый, который нужно было бы дорисовывать, грани, которые за тобой скрыты, то твои восприятия и ассоциации шли бы другим путем. Нужно упростить. Все-таки, как интересно искусство. Вот недавно мы тут вспоминали, это очень много лет назад было, в Эрмитаже была выставка японской живописи. Вот. И помимо Хокусай, ну, того, что мы все... А Хокусай был, да? Хокусай был, да. Но там была одна картина, которая называлась «Белая на белом». Я ее никогда в жизни не забуду. Она была довольно большая. Не фигурная. На ней не было ничего. Значит, было все белое. В какой-то ее части был как бы холмик такой из белого. То есть, ну, как бы представить себе, что это взгляд на снег. Я не настаиваю на том, что имел в виду автора. Этого нет. Ну, как бы. И вот это белое, оно не совсем плоское. Во что только не играет искусство? Это же... Вот на самом деле, когда... Вот помнишь, эта книга, которая у меня от тебя или через тебя и попала? Пруст was a neuroscientist. Пруст был нейроученым. Хотя всяком полярном. Там же... Это книжка, которую я очень внимательно тогда прочла. И я все время мысленно к ней возвращаюсь, потому что, строго говоря, это на ту тему, о которой мы сейчас беседуем. Импрессионисты открыли про то, как человек воспринимает сложные зрительные образы за десятилетия до того, как это сделала сенсорная физиология или нейрофизиология. Потому что они вдруг увидели, как оно на самом деле. Не так, как когда ребенку говорят, небо рисуй голубое, солнце, вот оно кругленькое пусть будет, и пусть оно будет оранжевое, а трава зеленая. Это где? Какое голубое небо? Ну, у нас-то понятно. Ну, я имею в виду голубых тысячи вариантов. Мне кажется, я своей лингвистической половиной сейчас говорю. Секунду, поговорю. Язык мой враг. Это я тебе точно говорю. Мы утонули в словах. У нас такое мышление, что я не безграмотна, поэтому я не настаиваю на том, что все мышление вербальное. Этого я не произносила и никогда не произнесу. Но все-таки главное наше мышление, оно либо вербально, либо цифрально, либо дигитально. Но, короче говоря, коды, у нас есть эти коды. Поэтому мы, мы пленники слов. Недаром же в лингвистике существует там целое направление лингвистической относительности, относительность в зависимости от языка. Если у тебя есть слово блюдо, вот и мучайся с этим словом блюдо. А у нас есть голубой и синий, но это примитивный случай. Кстати говоря, полезная вещь. Я из Америки как-то привезла себя, все удивлялись, зачем я привезла эту штуку. Это был каталог вещей дорогого магазина. Юбки, там всякие галстуки, рубашки. И там есть описание. Там были описания цветов. Цветок. И там были описания цветов. Он у меня до сих пор лежит, потому что какой-то цвет, который я думала бы там хаки, не хаки, черт его знает, зеленый, как его описать? Там был написан Олив, но мне в голову бы не... Он, разумеется, Олив. Олив, да. Но мне никогда бы это... Это богащит. Это я к чему говорю? К тому, что, разумеется, мы пленники слов. И когда мы с тобой переходим на разговоры о сознании, вот я не предлагаю сейчас перейти, а просто мостик такой туда кидаю, то это что? Это рефлексия, майнд это одна история, брейн это другая история, рефлексия это третья история, восприятие, а какая идет битва между лингвистами и психологами. Я у себя в лаборатории это слышу, они друг друга просто вбивают в стену. Говорят, нет, это perception. Они говорят, нет, это обработка. Нет, восприятие речи, это не восприятие речи, потому что восприятие это ухо, а дальше идет обработка и это уже мозг. Это еще более сложная история. Есть языки, а есть еще языки внутри языка, разные научные школы, концепты, которые одно и то же писывают совершенно с разных сторон. Две разные профессии, две разных школы когнитивной психологии, гештальт-психологии, инженерной психологии используют совершенно разные метафоры для обозначения, видимо, в общем, 36 видов фузеемы. Да, и даже того еще хуже бывает, когда одно и то же слово, поскольку профессиональный словарь, лексикон, довольно узкий, да, это не искусство, то оказывается, что вот то, что, собственно, ты и сказал, что одним и тем же словом разные школы обозначают разные вещи. То есть слово perception есть, а что значит-то оно? Поэтому вот эта вот раздробленность такая, она есть не только в мире. А, кстати, интересно, вот мы смотрим, там микроскоп смотрели, что-то там наглядели, потом появился электронный микроскоп, дальше наглядели, потом дальше, 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 куда приедем? К струнам приедем? Ну, приехали. Нет, я понимаю, но где кончается, а смысл, понимаешь, вот там, где все еще, с реальностью я вообще бы очень не завязывалась. Нет, я имею в виду, где кончается то место в глубине, где все еще есть углы, формы, и вот то, что эти ноги, понимаешь? А дальше-то вообще начинается, бог знает. Что мы можем увидеть, иначе говоря, в тех пространствах, на которых у нас нет врожденных концептов. Ну да, потому что это шире, чем наш мир. Это почти то же самое, как разговаривает с инопланетянином. Мы попадаем в мир, который не устроен так, как мы воспринимали эволюционно свой макро-мир окружающий. И у нас поэтому для этого нет ни примитивов, ни слов для них никаких. И всякие эти окрашенные частицы там, ну это красиво же. Вот где смыкаются науки и искусства, потому что на самом деле разница между наукой и искусством, она зыбкая. Особенно, когда выходит на очень серьезную науку, точнее говоря, на очень серьезных ученых. Там начинается какое-то почти шаманство. Они говорят другим языком совершенно. Знаешь, такая ассоциация у меня другая. Лотмана, которого я ну очень любила, и вообще, ну он изумительный. его филологи часто ловили на ошибках. Они говорили, вот он такой умный, там много всего говорит, но на странице 176... А здесь у вас, да. Это ведь не так. Это не там ссылка, а на странице 189. Ну, конечно, хорошо быть тщательным ученым, все это я понимаю. Никакой тщательный ученый, в идеале компьютерная программа, не переиграет этого шампанского бурлеска, который вылетает из... Из... Лотмана. Да, из Лотманов, Мамардашвили, Пятигорских, которые очень раздражают многих людей. Я знаю просто, Дубровский ненавидит при нем произнести, только он обморок падает просто от этого. И я не один от нее такой, но те, кто их, что называется, живьем видели, это же... Феерия. Это же феерия просто. Что это такое? И это очень глубоко, но для того, чтобы увидеть глубоко, нужно быть подготовленным. Нужно пройти много. Да, нужно много пройти и напряженно думать, между прочим. Вот у Пятигорского, кстати, есть одна фраза, она звучит следующим образом. Мысль держится, пока продолжаешь ее держать. Вот она выглядит даже как-то нелепо, она перезает. Это глубочайшая вещь. Ты попробуй ее, эту мысль, держать. Вот я сейчас говорю, а там вот летает самолет все время между двумя домами далеко. Я думаю, а что он летает? Это может, это голограмма действительно какая-нибудь? Что он летает? Опять пролетел, опять пролетел. Сейчас до меня дошло, там Шереметьево, да? В этой части, или что? Внуково? Внуково. Хорошо, Внуково, что ничего не меняет. Я имею в виду, мысль я не удержала. То есть она куда-то. Я вот на эту штуку смотрю, думаю, как они это интересно эти сделали линии все. Они же создают объемный эффект, там, причем разные в зависимости от того, на какую точку. Он то выгнутый, то вогнутый. Ну, красиво. Это я к тому, что говорила про одно, а пришла к другому. Мысль удержать тяжело. Это задача. Тяжело. Да. Это почти физически. С тобой, наверное, тоже это бывает. Ты думаешь о чем-то, и у тебя появляются дочерние мысли, дочерние мысли, и они все важны, и ты понимаешь, что их нужно продолжить и закончить. Но они начинают множиться, и в какой-то момент твой мозг и разум не способен удержать несколько линий. То есть как бы не хватает оперативной памяти в некотором смысле. И казалось, это как со сновидениями. Мысль была ясная, но ты не можешь ее даже вспомнить. Не то, что удержать, а когда у тебя мозг работает в таком многозадачном режиме, ты думаешь, я должен записать все пять. Потом ты понимаешь, что последние две или три ты способен вспомнить, А те, они были важны, и они были проблесками, которые тебя удивили и показались важными. И куда они исчезли? Ты же не во сне, это не сновидение. Уже не говоря о том, что если ты будешь... Значит, они были, да, в кратковременной памяти. Но если ты будешь записывать, то только хуже от этого. Потому что мы изреченно есть ложь. Но когда ты записываешь, тебя поведет то, что ты пишешь. И не описать, не хватает этого дела, этого описания. По-моему, нам надо двигаться. Двигаться, да. Да. Интересное дело. Знаешь, когда Феллине спрашивали, про что ваш фильм, ну, дурачки, про что ваш фильм, маэстро? Маэстро им отвечал, если бы я мог это рассказать, я бы написал роман или эссе. Вот фильм, смотрите. Поэтому я вот за дело несчастных экскурсоводов, сказав, что я их ненавижу. Но имеется в виду простые такие. Иногда там приходишь в музей и слышишь, какую-то группу ведут, несчастную группу, потому что она должна ненавидеть искусство после этого. И да, и экскурсовод говорит, ну, посмотрите, вот здесь дерево, а это вот там скамейка. Послушайте, если я слепая, то зачем я пришла в музей? Разве я этого от вас, я от вас что жду? Описание картины мне не нужно, я на нее смотрю. Мне от вас нужно совсем другое. Почему? Что это значит? Расшифровка, условно говоря, этого Нью-Морта. Код. Почему голландский художник, не знаю, 18 века пишет мазком, который потом появляется у импрессионистов, как это вышло и что это? Что он нарушал или он знал, что он делает, или так само вышло? Вот интересные вещи. Вот Паула Волкова, знаешь, такая дама, очень интересная у нее эти лекции были, в том числе вот на канале Культура они шли. Она говорила про черный квадрат. Она говорит, но когда я смотрю на сам черный квадрат, я точно знаю, что оригинал этот, я это просто вижу, он меня просто засосывает. А потом сказала вещь, которая меня расстроила, потому что я не люблю в таких терминах, когда говорят. Она говорит, от него идет энергия, которую я очень жестко чувствую. Вот этого я не понимаю. Это не потому, что я такая материалистка до мозга костей. Это не так. Но я не люблю слова, вот идет энергия, оттуда я ее чувствую. Я это не понимаю. Я тоже не понимаю. Когда ты чувствовала, что энергия к тебе шла от Далай-Ламы, я вот это тоже не понимал. Вот Костя, вот это удар по моей аналитичности был нанесен. Ну, я так полушутку говорю. Потому что действительно, когда он, во-первых, непонятно, зачем он меня за руку взял, но это другой вопрос. Взял за руку, я просто физически почувствовала, как у меня пошла чуть ли не линия этой энергии. ну, этого не может быть. Я невнушаема, я скептична там и так далее. Я, конечно, понимала, кто это. Я вообще не уверена, что он человек, честно говоря. Вот, ну, что это мощнейшее явление какое-то. Я, разумеется, понимала. Но поскольку я невнушаема... Это не ты создала. Нет, это не мои были восторженные, знаешь, состояния, которое меня пронсило. Ажетированные, да-да, вот такая, да. Да, абсолютно нет. Но это факт, и я клянусь в том, что это правда. Вот что ты хочешь с этим делать, то и делай. Принять. Да. Принять. И меньше гордыни иметь. Не думать, что мы знаем, как мир устроен. Точно. Успокойся.